Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Ну что ж, речь сегодня пойдет о тех вещах, которые не в тренде были объявлены просто фу-фу-фу-фу-фу! Но, тем не менее, их носят и их любят, по крайней мере, здесь в Италии совершенно точно. Сразу скажу, что это видео составлено по вашим комментариям, потому что видео, что не в тренде, либо что в тренде, я не смотрю. Мне неинтересно, как только у меня иссякнут мои собственные идеи для видео, я обязательно начну, возможно, такие видео смотреть, чтобы, конечно же, опровергать. Потому что очень часто то, что объявляется не в тренде, то, что объявляется не модным, остается при этом красивым, остается женственным. Соответственно, это носится на почти большинство модниц на этой планете. Итак, первая вещь, я с трудом, точнее не с трудом, а с удивлением узнала, что, оказывается, шейный платок был посоветован на русскоязычном ютубе. Но, опять же, если верить моим зрительницам, а я им верю, был посоветован, в общем-то, как вещь, которая может носиться где угодно, только не на шее. Внимание, шейный платок на шее не носится, но, тем не менее, я считаю, что шейный платок – это прекрасный акцент. Более того, это очень-очень легкий способ сделать себе фотошоп на лицо в реальной жизни. Потому что, если мы подберем тот оттенок платка в кусочках шелковой ткани, либо полиэстровой, если нет возможности найти шелковый, приобрести шелковый, то это то, что действительно может оттенять нам очень красиво и кожу, и волосы, и цвет глаз, и зубы даже может нам, на самом деле, отсвечивать таким образом, что и зубы могут казаться белее. Все это возможно при помощи, да, самого обычного шелкового платка. При этом шелковый платок носится, ну, как он носился 50 лет тому назад, так он носится и прекрасно смотрится на шее в том числе. Хотя, безусловно, очень много красивых, классных альтернатив. Например, на ручке нашей самой обычной сумки, неважно, это у нас кросс-бодибэк, либо самая обычная сумка, у которой есть ручка. Это, конечно же, ремень, пояс. Иногда вместо ремня можно носить сам платок. Я тоже много раз об этом показывала и люблю такой способ. Но носить традиционно его близко к лицу, непосредственно рядом с шеей, либо крепить на шею – это способ, который мне очень нравится. И я всегда обращаю внимание на стритстайли, на женщин, которые здесь в Италии носят платки, умеют это делать и на самом деле делают это часто. На весеннем стритстайле мы очень много платков увидим, я уверена. И на осеннем теплом стритстайле тоже очень-очень много таких вещей было. Очки на лоб. Меня вообще очень смешит эта ситуация, потому что считается в России, что очки на лоб носят только провинциалки. И я могу сказать, что я специально стала обращать внимание, что да, итальянцы и итальянки надевают очки на лоб. Они это делают крайне редко. В моих видео вы никогда не увидите итальянку либо итальянца с очками на лбу, потому что они это делают в помещении. В Италии принято носить очки и зимой, и летом, потому что яркое солнце имеет место практически круглогодично. Поэтому те видео, которые я снимаю, там, как правило, я снимаю действительно людей на улице, и все время люди ходят в очках. Но я вас уверяю, стопроцентно могу со всей ответственностью утверждать, что люди, итальянцы и итальянки, внутри помещения очень часто, просто в силу того, что это очень-очень удобно, надевают очки, ну, не на лоб получается, а вот куда-то сюда. Ношу ли таким образом очки? Я, конечно же, ношу. Единственное, что в свое время мне пришлось отказаться от этой привычки, часто беря ребенка на руки, я опускалась к нему, и очки у меня соскальзывали, соскальзывали и падали. Несколько раз у меня даже очки разбились, я тоже об этом рассказывала. Я стала крепить очки вот сюда, либо стала их крепить на ремень, на пояс, если он у меня имеется. Но я думаю, что все понимают, что это тоже достаточно рискованный для очков способ, и поэтому я чаще всего тоже одеваю очки на лоб, прежде всего, когда захожу в помещение, чтобы не убирать их, допустим, в очочнике, в сумку, которую у меня никогда нет, да и сумки тоже с собой, у меня редко с собой я ношу сумку. Соответственно, да, самый удобный способ, самый логичный, и на мой взгляд, он никак не может свидетельствовать о какой-то провинциальности, мне на самом деле даже логика непонятна, так это очки на лоб. И хочу сказать, что очки на лоб как раз-таки это прежде всего то, что вредит вашим очкам, но вряд ли вредит вашему образу, потому что очки на лоб, мне кажется, даже очень может быть стильно, почему бы нет. По всей видимости, от новых зрителей, которые недавно пришли на канал, которые смотрят стритстайл, возникает все-таки часто вопрос, неужели шапки с помпонами, с меховыми помпонами носят? Да, шапки с меховыми помпонами не просто носят, они мега популярны здесь в Италии, их очень много на витринах магазинов, их очень много непосредственно на итальянских модницах, и у меня тоже есть шапки с меховыми помпонами и просто с помпонами тоже имеются, поэтому шапки с помпонами, я думаю, будут еще очень и очень популярны, в силу того, что они смешные, в силу того, что это все-таки яркий цветовой акцент, в силу того, что при помощи шапки с помpоном можно вытянуть свой силуэт, и при помощи шапки с помпоном можно также сделать образ, скажем так, более игривым, более расслабленным, потому что очень часто итальянцы и итальянки, по крайней мере, здесь в Италии, носят в качестве верхней одежды пальто. Пальто достаточно строгое, и чтобы как-то образ сделать менее строгим на повседневную жизнь, шапка – это очень-очень хороший способ, очень хороший и очень классный, и очень теплый аксессуар, самое главное. По поводу шуб тоже много раз говорила, не буду останавливаться. Шубы в тренде совершенно точно. Цветные шубы, которые являются, скажем так, новым веянием в моде, шубные – это то, что я встречаю очень часто. На итальянках на стрит-стайле также. Хотела ли бы я себе цветную шубу? Да, возможно. Единственное, что я в силу своих эстетических предпочтений больше люблю пальто. Пальто мне комфортнее, пальто мне легче, но могу сказать, что если бы я покупала себе шубу, то однозначно была бы цветная шуба какого-нибудь яркого цвета, либо какого-нибудь пастельного цвета. И то, и то мы также видели на стрит-стайле многократно. По большому счету, синтетическая шуба, либо шуба из натурального меха – это вопрос того, сколько здесь в Италии, здесь в Европе получается. Мы все-таки буду говорить за Италию. Готовы потратить на эту шубу будущие обладательницы этих шуб. В каком-то своем видео я уже обращала внимание и собираюсь сделать отдельную подборку о том, как итальянки очень и очень любят и часто носят самый обычный приталенный пиджак. Более того, я обращала внимание, что приталенный пиджак очень хорошо смотрится, когда обыгрывается в вариации жакейского стиля, когда имеются высокие сапоги, либо сапоги до колена, узкие брюки а-ля жакейские, а-ля кавалерийца, и, соответственно, приталенный пиджак, достаточно удлиненный на двух пуговицах, либо двухбортного, может быть. Могу сказать, что итальянки очень любят узкие пиджаки, приталенные пиджаки. Они бывают настолько узкие в плечах, что часто они даже не застегиваются. И итальянки действительно очень часто носят незастегнутыми пиджаки. Если говорить о том, что, допустим, пальто, вариация овер и приталенного пальто, на мой взгляд, одинаково популярны здесь, в Италии, то в том, что касается пиджака узкого, приталенного, узкого в плечах в том числе, совершенно точно могу сказать, что он превалирует над пиджаком мужского силуэта, над пиджаком кроя овер. Скини не теряет своей популярности. И если сейчас зимой мы видели очень-очень много широких брюк, они классно смотрятся и позволяют, как я часто говорю, утеплиться, могу сказать, что скини очень популярны. Когда была теплая осень, тоже очень много образов я показывала именно со скини, говорила, да, итальянки очень любят скини, прекрасно в них выглядят. И скини совершенно точно не теряет своей популярности. Я уверена, что весной мы увидим тоже очень-очень много скини. Шпилька, каблук на шпильке, признанный многими вульгарным вариантом каблука, могу сказать, что тоже пользуется здесь популярность. В популярности единственное, что шпильку мы скорее увидим в вечерние часы, мы скорее увидим на каких-то событиях, допустим, свадьба, допустим, день рождения, какая-то вечеринка. В повседневной жизни, конечно же, шпильку мы увидим крайне-крайне редко здесь, в Италии, но только потому, что шпилька очень неудобна на брусчатке. Это, наверное, самый неудобный вид каблука, который, конечно же, застревает, и который я лично здесь, в Италии, сломала несколько раз, несколько каблуков, потому что, ну, действительно, под собственным весом бывает так застрянет у тебя каблук на твоей прекрасной туфельке, что каблук просто-напросто ломается, пока ты пытаешься сделать шаг. И могу сказать, что да, в повседневной жизни каблук-шпилька, мы встречаем его редко, но мы встречаем редко и вообще высокий каблук, но каблук-шпилька – это то, что итальянки любят, то, что итальянки предпочитают совершенно точно, если речь идет о вечернем варианте, о вечернем, о торжественном выходе. Балетки. Балетки тоже очень популярны, и они также попадали в список прошлого видео, что не тренде в России, на русскоязычном ютубе, по крайней мере, и что очень-очень любят итальянки здесь и сейчас. Единственное, я могу констатировать, что носок у балеток заострился, это совершенно точно. Очень многие производители, исконные итальянские производители, например, Дольче Габбана, предлагают совершенно точно балетки, по крайней мере, прошлый сезон, и это тоже предлагают заостренным носком, поэтому, скорее всего, заостренный носок будет набирать популярность, потому что я часто говорю, что тренд для меня и в понятии, и в контексте моих видео, это то, что предлагает нам подиум, то, что потом из подиума появляется в магазинах и на витринах магазинов, и то, что потом появляется на улицах, на таких же модницах, как мы с вами, на модниках, и вот только тогда тренд действительно в моем понимании становится трендом. Я могу сказать, что астроносые балетки – это совершенно точно тренд. Уже было много по этой осени, я думаю, еще больше мы увидим вот с наступлением этой весны, когда все поменяют, наконец-то, свою теплую обувь, тяжелую обувь, громоздкую обувь, на более изящную, скорее всего, это будут балетки, они будут превалировать. Ну что ж, вот такие антитренды существуют, насколько я поняла, в представлении очень многих моих зрителей, благодаря моим коллегам русскоязычным блогерам, и могу сказать, что все эти вещи совершенно точно популярны и любимы здесь в Италии итальянскими модницами, и, пожалуй, все, что я перечислила, тоже я очень-очень люблю и имею в своем гардеробе. Увидимся очень скоро, желаю всем поймать свою фэшн-волну, классно, комфортно себя на ней ощущать, прежде всего, если этого хочется. Это была Инна Скворцова, всем пока-пока! Продолжение следует...